Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С данной подругой мы общались давно, мы разругались в последний раз полгода назад, но я продолжаю следить за ней в социальных сетях и соизмерять ее успех со своим. Мне обидно, что она нанесла мне столько травм и комплексов в своей токсичной дружбе, но я не могу ее отпустить, хочу, чтобы ей досталось под услугом. Чувствую несправедливости, что она может спокойно жить дальше, а я осталась над ней со всеми комплексами, что она мне прививала лет шесть. Такие правды, как вообще-то у тебя большой нос, прыщавая поляна и прочее, были для нее нормальными щурками. А я за свои обиды и просто дурочка, не понимающая прикол, поняла, что надо защищать свои границы, когда в моду вошло нетоксичное общение, и все об этом заговорили. По ней сошли все признаки объективной дружбы. Как мне продолжить дальше и простить? Ну, несложно увидеть, что здесь у вас есть небольшое противоречие. Вы говорите, что хотите, чтобы ей досталось под услугом, чувствую несправедливость, и в то же время ищите, как она продолжает жить дальше и простить, вот это противоречие. Первое, что хочется сказать, то то, что... Ну вот, совершенно очевидно, да, что вам интересно как-то вот рассуждать и думать про свою подругу больше, чем интересоваться своей жизнью, своей собственной... Вот. Совершенная очевидность, что вам ваша жизнь, ну, как будто бы менее интересна. Вот. Что это значит? Ну, в первую очередь, это значит, что необходимо, на мой взгляд, постараться сделать свою жизнь более интересной. Вот. Сделать свою жизнь более интересной, сейчас она у вас как будто бы совсем-совсем не интересна. Ну, вам. по крайней мере. Ну, вот. Понятно, что я могу ошибаться, но выглядит это на мой взгляд именно так, что вам неинтересна неинтересна ваша жизнь. Вот. Соответственно, желательно наполнить интересом начать как-то замечать себя, замечать свои интересы, свои взгляды, свои предпочтения, свои ориентиры жизненные и так далее. Это очень важно, потому что когда и если этого нет, когда и если этого, ну, это отсутствует, то, естественно, мы переключаемся на других людей, потому что святое место пусто не бывает. Оно и не может быть в принципе пусым. потому что человеческое сознание не может без объектов. Просто не может без объектов. объектов. Вот. Это первый момент. Второй момент, что это вам не обязательно ее прощать. На мой взгляд, является довольно серьезной ошибкой требовать от себя ее простить. Ну, если для вас неприемлемо ее поведение такое, то и не надо прощать человека. Вот. Ну, если точнее, то вы либо дойдете до прощения сами, либо нет. Вот так я бы сказал. Может дойдете до прощения, а может нет. Это в такой момент. дойти до прощения в принципе можно в процессе психотерапии. Вот. Можно дойти до прощения. Дойдете ли вы до прощения самостоятельно? Ну, на мой, на мой взгляд, как мне кажется. Нет. Мне кажется, что, если бы вы могли дойти до прощения самостоятельно, выбирать него уже дашли. Вот. То есть, здесь я могу упираться в путь к, ну, к прощению. Как? Ну, как таковой путь. Дальше. Значит, следующее. На что я бы обратил ваше внимание? на то, что, скорее всего, вы в отношении с подругой уже вошли с определенными проблемами. Вы сейчас говорите о том, что ваша подруга вам привела комплексы. А лично я думаю, что ваша подруга были всегда. И я думаю, что совершенно, совершенно не случайно вы нашли или встретили, или выбрали для брусьбы такого человека. Я думаю, что это совершенно не случайно. Потому что этот человек отражал то, что вы сами о себе думали. вы с этим можете не согласиться. Вы можете сказать, что я не прав, и я не буду с вами спорить. Но, как правило, бывает именно так. То, что вам сейчас больно, это нормально, потому что подруга выплатила вам вашу собственную проблематику, скорее всего, то, что вы пытались то, чего вы пытались сами избежать. Вы старались этого избежать. Вот. Другие люди это отражение того, что мы думаем сами про себя. Вот. Это неприятный факт. Вне всякого сомнения это неприятный факт. Но лучше его постараться принять. да, вы можете обвинять конечно свою подругу, да, можете говорить, что какая она плохая, можете прятаться за несправедливостью, вот, объясняя тем, что ну, она такая несправедливая, да, это все несправедливо, вот, но по факту ваша подруга открыла вам одну вещь, что вы не принимаете себя. Это первое, и второе, что открыла ваша подруга, то что вы думаете, что с вами не будут общаться люди по-другому, нежели чем вас как-то унижая обесценил. Кстати, унижение обесценил, это агрессия. Это ваша собственная агрессия, которую вы запрещали. Ну вот, смотрите, кому бы вы хотели, кому бы вы могли с вами сказать что-нибудь такое, такое, из того, что сказала вам ваша подруга, говорил, ваша подруга. Вот. Вот. А кому бы вы могли это выразить? Такие же люди есть, есть такие люди. Но вы, и это очень важно, скорее всего, себе это запрещаете. вы не позволяете выиграть тебе, нет, я, я никому не могу такого сказать. Ну, то, что вы никому не можете сказать, это одно, а то, что вам хочется кому-то сказать, это другое. Так вот, я думаю, что вам хочется кому-то сказать, но вы себя управляете, боясь остаться с одной, агрессия копится, и в итоге это выращается вот примерно в такие неприятные эпизоды. Вот. Понимаете, да? поэтому, поэтому ваша задача заметить, увидеть и заметить ваши собственные ощущения, ваши собственные желания, то, что вы хотели бы для кого-то, вот, и самостоятельно выражать свои чувства. Не ожидая от других разрешения, есть сейчас ощущение, что именно этого вы и ждете разрешения, одобрения и так далее. Ну, так можно дать очень, очень балка. И ничему не прийти. Вот поэтому получается, что вы живете в долг. Неприятное чувство. А глаз. Психотерапия это способность скорректировать, если у вас будет такое желание. Единого какого-то рецепта здесь нет и быть не может, поэтому самый лучший способ решить данную проблему откуда, пойти на психотерапию. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращаться. Удачи!